Ах, это ты! Я помню, как ты летела в пекло. Всем привет! С вами Денис на канале ДиГейм, и мы продолжаем играть в чёрную книгу, друзья. Погнали! Итак, у нас есть четыре посетителя. Есть вот пестель с чертями. Давай посмотрим пестель с чертями. От деда Егора вам достался пестель, полный чертей. А у вас есть несколько бесов, которые всегда просят работу. Будьте осторожны, ведь черти без задания мучают своих колдунов. Высшие бесы выполняют работу некоторое время, один день или дольше. В каждом месте есть работа для беса определенного типа. Голод, раздор, порча и так далее. У каждого черта свои предпочтения в работе. Узнать их вы можете получить специальное умение. Черти лучше справляются с любимой работой и имеют больше шанс выполнить её превосходно. Чтобы черти не мучили вас, не забывайте отправлять их на работу каждое утро. Так, давай, Гаинское. Зародить червей в первых посевах. Давайте отправим. Короче, я тут пакостю. Пакостный я. Так, давай, явиться ночью. Давай, давай вот этого. Вот этого, он будет страшный такой. Нафигеть все. Так, Гавар Ливское. Поводить, так, водить по лесу. Водить по лесу, пусть вот этот кабанчик водит. Кабанчик. Так, я не дор. Я не дор. Нагнать клопов и тараканов. А что у нас ещё есть? Навести порчу на посевы. Не надо. Вырасти киллой. Непонятно. И прицепите лишай на корову. Не, давай вот это. На тараканов. Пусть стравит. Всё. Всех-всех. Распределил всех чертей. Далее у нас дед. Давай послушаем. Как я колдуном стал, так совсем по-другому уезд увидел. Нечисть где только не ютиться. Тожма заметила небось. Да и свои бесы житья не дают. Так, про деда Егора послушаем. Колдуном стал, дедушка. Ну, так чё. Я тебе на медни сказывал, как окаянный Тимошку-то унёс. Вот потому и решил стать колдуном. С кривохвостами бороться. Слышал я, что пастухи-то люди знаткие. Вот и стал под паском. Помогал Прокопию юродивому. Не к ночи помянут будет. Он и грамоту лесному изладить умел. Ну, и скотину сыскать. Вот и начал я уму-разуму у него учиться. Да, история-то долгая. Я после скажу, как знаткость-то получил. Но нет Прокопия. Самому вертеться пришлось. Тебя-то я вон как обучил. Цени. Так, Прокопий. Пастухи. Надо, чтоб помогал. А если чёрт корову ведёт, к примеру, а? Тоже надо у окаянного её отбирать. Научишься. Чё думаешь, пастух всё в поле лежит да в небо поплёвывает? Сейчас-ка, ага. Так, вернуться. И мечеть на мельнице. На мельнице-то черти жернова крутят. Ну так чё, не мельнику же их крутить. А ветер-то не может. Везде чертей нужно использовать. Опасно. Да и грех какой. Ну а чё ты хотела? Скоро век двадцатый. Черти, может, жизнь-то и упростят. Муку молоть начнут. Жать рожь. Про... Так, свои бесы. Как ты с чертями-то справлялся? А как? Работу им давай да и делов. Да только не совсем они справляются, Баска. Работа их это порча. Другую-то не шибко любят. Так, после поговорим. Так, давай, посетители, начинаем. Есть ещё чёрная книга. Ну, тут у нас 61 монета. Я могу здесь, в принципе, вот так вот. Опа. Сделать сюда вот. Добавить. Сюда добавить. Вот сюда. Что-то я тут покупаю. Потом будут монетки. Я всё пока не буду. Все тратить не буду. Итак, вещи посмотрим. Что у нас? Ага, вот у нас есть чёртов палец. Плюс четыре к жизни. И топор. Плюс две к жизни. Хорошо. Трава это всё у нас осталось. Так, это всё истории. Умения у нас есть. Умения, умения, умения. Увеличить урон. Ну, тут много всего. Можно всё поизучать. Так, ладненько. Ладненько, ладненько. Давай, посетители, крестьяне приходят к вам со советом и различными просьбами. Вы не можете отправиться в путь, пока не высушить их всех. То есть, давай, погнали. Первый. О, это ж ты, дед. Смельница. Егор Евлампович, Василиса Фёдоровна. Да, к слову, я. Смельник, второго. Зашёл поблагодарить. Перестал блазнить беста. Вот и предмет, как и обещал. Давай. Так, старинная ступица. Мельнику эта ступа досталась по наследству, наверное. Уж больная она старая. Чувство? Чувствую, что наговоры на неё были прочитаны. Натравы лечения, заговоры восстановят плюс один. У меня то же самое, по-моему, топор восстанавливает. Так, далее. Сломал чертищик кое-что на мельнице. Ну да ладно, починим. У меня в запасе есть деньги-те, копейки-те на починку. Часть на мельницу, а часть внуку оставлю. Эх, ладно. Так, ещё одни гости. Надеюсь, это те деньги, которые не своровал. Здорово, чувак, крестьянин. Распухла она. Как ты и сказала-то? Ну, знатка. Вот тебе от нашего хозяйства. Это первое моё проклятие, которое наложил. Эх. Эх, эх, эх. Этого всё и началось. О, чувак, ты что ли? Калий, долгих лет. Николай, даром. Молочка к рынку вам кума передаёт с поклоном. Колян, ты что ли? Даро, Колян. Здорово, дед Егор. Ого, вышел из армии. И давно в Вильгарте? Вернулся. Уж с неделю. Ишь, долгопялым каким стал. Ах, сколько в тебе вершков? Двенадцать? Старая русская мера длины равная 4,4 сантиметра. Выражено так. Выражение человека 12 вершков. Рост означало, что его рост равен, равен, блин. Равен 2 аршина. 12 вершков. То есть приблизительно 196 сантиметров. Охренеть. Ну, с чем пожаловал? Слышал я, Василиса, про парня твоего. Знаю, тяжело близких терять. Но я по делу пришёл. Помощь нужна ваша. Вчера поспорили на сходбище. Говорят мне, побоишься ночью в баню идти. А я нечисти-то не боюсь. На войне был. Чего там только не видал. Сами понимаете. Пошёл в баню ту старую. У Колвы, которая заброшена. Время полночь или заполночь. Отворяю дверь. А там словно синий огонёк горит. И тишина. Я оттянусь в каменку. Ну, за камнем с печи. Докажу, что в бане был. Внезапно меня. Мохнатой лапой. Хвать за левую руку. Вот, глядите. И след остался. Реально, он на руке. Красный. Не чистый. Держит меня. Не отпускат. Вдруг говорит бабьим голосом. Возьми, мол, за. Ни хрена си. А труси, как пламенем пышет. Тот меня жуть взяла. Возьми, да возьми. Ну, говорю, возьму. Тогда и отцепилась, чертовка. Я дёртый дал. Эх ты, бесячья сила. Вы, люди изнатки. Помогите. Чё делать-то, а? Николай отправился в полночь за камнем из каменки. За руку его схватил какой-то бес. Кто это может быть? Так, банники, водяница. Ребята подшутили. Ну, не ребята точно, но вряд ли так шутили. Водяница. Ну, банники. Баня ж логично, наверное. А ну, давай попробуем. В бане, говоришь? Ну, да. Ну, это точно нечисть. Думаю, банники. Господи, правый. Как выглядела чертовка? Лапа у нее чистого мохнатая была. А ещё что разглядел? Да ничего, темень была. Лапа у нее черная да мохнатая. Камень не с каменки. Чё с камнем сделал, с печи? Ну, так это с собой прихватил. Спорта надо выигрывать. Про черт рассказывать не стал. В избе потом у себя оставил. Рассказал бабке-то. Так она к вам погнала. А, мудрая баба, кумаца твоя. Помогу тебе. Ладно уж. Не оставлять же тебя врагу на съедение. Ты, Василиса, присмотрись к черту. Может, банница-то с осиновой печатью и будет связана. Может быть. Ночью идите вместе к старой бани. Поговорите с чертом. Да узнайте, зачем созватался. Ты, Колян, смажь глаз левой вот этой мазью. Тогда тоже черта увидишь. И камень тот прихвати. Как скажете. Я хоть сейчас готов. Так, давай еще одного посетителя. Послушаем. А потом еще Николая. О, бабула. Че, Васька, говорят, знаткой заделалась? Христианка. Тебе вот интересно будет. Мы собирали ягоды у Каджильского озера-то на днях. Да я вот и тебе принесла немного. Это там. От Запольских недалеко. Набрели на поляну с ямами. Ой, страх. Так думала, может тебе пойти? Вдруг там нечистый. Так, это доп. Задание. Давай, Николай. Я думал, что у знатких помощи придется искать. Всегда только на себя рассчитывал. Как служил-то? Да долго сказывать. Потом может. Окей. Давай в путь тогда. Так. У вас появилась возможность брать на задание помощника. Каждый помощник обладает уникальной способностью, которую можно использовать во время сражения. Наличие или отсутствие определенного помощника влияет на исход событие в игре. Итак, основная это банька на берегу. Мы идем. Вот доп. Задания. Вот эти. Но я думаю, что надо сначала все по порядку. Так. Пройти. Роща. Роща у нашей избы. Лес возле избы деда Егора очень старый. Здесь, как и рядом с избой. Обычно у людей не по себе. Обычному люду. Пойдем посмотрим, что там у нас. На дороге вы замечаете черный силуэт. Он подернут дымкой, и его очертания сложно различить в мягком ночном освещении. Воздух наполняют звуки странной песни, которую исполняет демон. Такую мелодию вы не слышали никогда. По вашей спине пробегают мурашки от странных, потусторонних переливов этой музыки. Давай дослушаем. Нечистый продолжает свое пение. Вы слушаете черта, задержав дыхание и не шевелясь. Вскоре мелодия разбивается о макушке елей и бесследно пропадает в ночной тишине. Вы чувствуете, что стали понимать демонов чуть лучше, чем раньше. Ну отлично. Плюс 100 умения. Продолжите. Внезапно у ног демона загорается колдовской круг. Через миг рядом с ним оказывается еще один нечистый. Его горящие глаза смотрят прямо на вас. Хорошо, что я послушал, а не сразу кинулся в бой. Один фиг драться пришлось. Так, два демона. Окей. Давай смотрим, сколько у них. 13. Надо на мелкого сперва сагриться. Давай сагремся на мелкого. Я не вижу, что этот будет делать и это печально. Давай еще тогда на мелкого. Все удары сделаем и возможно мы его так. Это что у нас? Удар на отмашь. Цель вот эта. Погнали. Давай, сейчас мы его заагрим первого. Смотри. Сразу. Еще. И тот ему пятерочку. Блин, два. А, нет, сейчас он умрет. Так, по идее. Так, этот что-то, да, наколдовал. Этот наколдовал. А, он еще одного наколдовал. Блин, может надо было сразу этого. Пять удара, два удара. В принципе, давай тогда на этого я агрю. Порчу. И защиту 3. Ставлю себе. Так, этим чуваком я его на него могу выбирать как-то? Так, ударом отюгон, трава, ничего не понятно. Пока он как-то закрыт что ли. Удар на него. Видишь, он вызывает. Скотина. Ну, если я 3, конечно, он 7 мне, да, ударит. То есть, он раз, раз и еще раз. Да, 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 да. Сложновато. Сложновато. Ладно, давай тогда складное. Вот, давай на тебя. Давай на тебя 4. Теперь на себя. Раз. На себя. Ами. Два. Погнали. Удар. Минус 4. На себя. 5. На себя. Еще плюс. Хоть не чисто силы. Давай посмотрим, что он сделает. Так, в 0 и 2 удара. 17. В принципе, терпимо. Я могу выпить жизнь. Я выпиваю траву одну. Восстанавливаю себе фактически все жизни. По всем противникам я бью. У, мне 4 появилось. У меня еще ключ появился. Хорошо. Раба защищаю себе. И... Защищаю себя. Ну, поосторожнее сейчас будем. Удар. Аминь делаю. И... Ох ты, блин. Я себя защитил. Прям просто пипец. Блин, он вызывает и вызывает. Если б я знал, что он такой чертяра, я бы, конечно, на него сразу бы сагрил все. Так, порча на него. Так, тут что у нас? Снимает негативный статус. У меня вроде его нету. Руда на него. И этим чуваком на него. Все на него. Давай. И у меня еще есть. Ага. У меня, значит, давай защиту. Я поставлю еще два. Давай. Погнали. Пойди, сейчас все сделаю. Смотри, его я ударил. Минус три у него. Все, сейчас мы его добьем. Его минус пять. Блин, надо было продумать немножко. Так, ну тут два чертяки осталось. Бьет. И этот бьет сейчас. Так, хорошо. Минус четыре. И еще бы, блин. Так, крепкая, крепкая. Давай защита. И давай вот это. И погнали. Умри. Блин. Чуть-чуть осталось. Так, плюс одно жизнь. И защиту плюс пять. Этот на пять ударит. Нечисть. А тот простоит. Этот бьет. Ага. Защиту этому сделали пять. Хорошо. Хорошо. Тогда я тебя бью. Это у этого защита, да? Вроде как. Да, пятерка. Тебя бью. Тебя бью. И делаю себе защиту на пять тоже. Удар четыре. Пять защита. И еще удар. Минус два. Короче, их по идее можно сейчас с одного хода убить обоих. Так, 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 так. Что у нас есть? У нас есть здесь у него четыре. Как раз таки. На тебя. Все, ты мертвый. Порча на тебя. Давай на тебя порчу сделаем. Почему порчу не могу сделать? Выбрать. Вот, да, на него. И... Давай, раба, на себя. На защиту. Он умер. Видишь, не знал, что тот демон... Хоть нечистый. Блин, у него одна жизнь. Все, он умер. Давай. Крепкая так. Увеличивает количество ключей в книге. В следующем ходу на один. Снимает положительный статус. Крепкая, сладкая. Это чисто удар. Давай увеличивай. Давай. Плюс 13 рублей, плюс 200 опыта. Хорошечно, хорошечно. Так. Русалья заводь. Это живописная заводь получила свое название от того, что тут когда-то видели русала. Я сколько живу, ни разу не встречал. Ну, погоди, погоди. Сейчас, может, и увидишь. Давно это было. Сейчас, сейчас... Впереди вы замечаете странное явление. Клубок змей перекатывается по лесной дороге, поблескивая чешуей в лунном свете. Так. Разогнать змей, прочесть заговор от змей, обойти змей. Давай прочесть заговор. Вы вспоминаете один из заговоров, которым вас учил дед Егор. Шепчете магические слова, и клубок змей распадается. Но, кажется, одна из змей оказалась невосприимчивой к колдовству. Она ползет прямо к вам. В бой. Окей, окей. Змея в русальной заводе. Так, сколько у нее? 18. Давай. 4, 4. Давай, давай, давай. И вот это. Все. И тебя... Давай. Мы сейчас ее, по идее, должны... У нее минус 5. Минус 4. На себя плюс 6. И вообще четенько. Еще один удар, и все. Хоть не чистая. Что она делает? Она колдует. Ах, она меня траванула. Ну, все. По идее, у нее 4. По идее, есть смерть. Даже смысла нет. Так, снимает положительный статус. Жест крепкая и оберег. Так, слово остается за горь один ход. И оказывает влияние на другие слова. Например, складные. Увеличивает на 3. Давай. Я пока этот... Набираю пока... Слова положительные. Дальше. Михайловская Ростынь. На этой Ростыне я на Медне прошла просвещение. Сходятся тут и дороги, и судьбы человеческие. Жутко. Жутко Ростынь. Блин, вот это там надо так логически потом думать. Я думаю, это сейчас пока легко. В этом со старыми могилами расположился черт. Его взор устремлен в небо. Кажется, он погружен в свои демонические мысли. Заметив вас, он лишь вздыхает. Давай поприветствуем. Ах, это ты. Я помню, как ты летела в пекло. Ишь ты болтливый бес какой. Ну, эка, нередаль. А я из пекла вылетел, да тут задержался. Помоги мне найти ответ на вопрос. А я тебя награжу, векшица. Согласиться. Ну, давай, спрашивай. Ищу ответ я на вопрос. Что на свете три косы? Ну, это просто. У меня вот одна коса. Действительно, у девки коса. Но что еще две? Что на свете три косы? Первая коса у девушки. А вторая что? Да, помощь Николая. Литовка, правда. Язык помело. Возможно, это язык. Как помело, знаешь. Ну, давай лучше попробуем так. Вторая. Поле косой уже косят. Ну, да. Литовка, что ли? Поле косой литовкой убирают. Откуда я знал, что литовка это коса полевая? Не то верно. Это вторая коса. А третья коса где? Что на свете три косы? Первая коса у девушки. Вторая литовка. Война, я думаю. Что же третий зовется? Война. Косит смерть. Смерть косит. Как людей косой. Война людей убивает. Как косой у косит. Да, да, да. Не верно? Нет, не то. Слишком мудрё. Да ну как? Не знаешь ты. Раз ты не знатка оказалась, могу и задавить. Блин. Ну ты чё, чертища. Вот сука, блядь. Как же надо было... Так, давай на него сагримся. У него двадцать, в принципе. Он четыре бьёт. Агрюсь на него. Заживляю раны. И так, косо остаётся в заговоре. Давай его делаю. Погнали. А, блин, надо было и тем чуваком ударить же. Вот чертяка ты посмотри. Не отгадал. Ну вроде да, логично ж было. Ну что-то попроще. Так, два. И он четыре как раз. У меня ещё и бронь, бронька осталась. Хорошо. Так, давай на него сразу. Агримся, 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 агримся. На него и порчу на него. Всё. И ключом давай сделаем тогда вот так вот. Прямо, прямо на него всё сагрим. Всё, что можно сагрить. Погнали. Сейчас мы тебя, дьявол, убьём. Не захотел по-хорошему? Подсказал бы, да? Ну вот, уродец. Так, пять у него осталось. Пять осталось. Сейчас этот магию накладывает. Минус три. Злым сделал. Так, у меня двадцать, двадцать жизней. Смотрим. Так, хорошо. Давай порча три. Блин. Ну вот два. На вот этого. Всё. В принципе, остальное порчу сделаем на вот этого дьяволёнка. Плюс две мне. И... И всё. Погнали. И сейчас он... Вот этот умрёт сейчас. На нём порча, на том тоже порча. Всё, сдох. Минус три. Семь у него остаётся. Два агрит. А, двадцатка жизни. Хорошо. В принципе, нормально. Сейчас по всем противникам. Три, четыре, три. Всё. Четыре, три. Закончили. Блин, разгадал бы и прошли бы мимо. Может, даже себе позабрал. Так, снимает положительный статус. Крепкая. Что такое? Слово остаётся в заговоре трехода и оказывает влияние на другие слова. Например, давай крепкая возьму. Давай, давай. Так, следующее сюда давай. К знахарке. Знахарка-перехожая. В нашу округу пришла известная знахарка. Стоит посмотреть, какими травмами она торгует. Давай, давай посмотрим. Надо всё изучать, чтобы быть более профессиональным. Так, травница. Чего? Тряньки-то распродала уж все. А, ты за травами? Ну, давай, смотри. Давай. Так, попрощаться, купить. Купить. Бросил на пол травицу. Все черти то и разбежались. Ага, можно, чтобы они убежали вообще. Земляным ладаном от дикостей тоже лечат. Он в земле лечили растёт. Вот, набожность плюс три. Белоголовую траву, ромашку, то рвали от многих болезней помогает. Защищает плюс два. Так, снимает один вредный статус. Целый процесс учитать. Но живота пьют, его снижает. Короче, по сути, мне только вот эту я возьму. Новую. Которая с глаз на три противника делает. Отлично. Всё, пока вот так вот. Всё, больше тут ничего, да нету? Да, чисто травница была. Хорошо. Ладно, давай. Деревня Эзова. В этой маленькой деревушке на речке Цедовки хорошие души живут. Астак нам с дедом Егором за советом заглядывает. Не было ещё такого, чтобы кого-то попортить просили. Погнали. Погнали. Посмотрим, что там за... Перед вами вырастают останки сгоревшей избы. Все брёвна почернели. Часть строения обвалилась и уже поросла мхом. Только бёёная печь светится в лунном свете. Она пережила даже пожар. А смотри снаружи. Вы обходите дом по заросшему высокой травой огороду. Внутри темно, и только обгорелые доски торчат, словно гнилые зубы мертвеца. Среди руин вы замечаете мохнатый силуэт какого-то нечистого духа. Вы делаете несколько шагов внутрь избы. Внезапно раздаётся хруст, и одна из прогоревших досок падает на вас. Минус пять здоровья. Сложно сказать, кто жил в этой избе. Вы вступаете внутрь. Кажется, в воздухе до сих пор висит запах гари. Теперь вместо крыши звёзды и еловые ветви. Внезапно у печи вы замечаете мохнатый силуэт. Прочитать молитву, я думаю. Только вы делаете движение в сторону таинственной фигуры, как он исчезает. Там, где сидел чёрный дух, теперь лежит комок печной глины. Вы забирайте его себе. Так, печина. В куске печиной глины есть тепло, домашнего очага и забота незримых духов рода. Накладывает пять в первом ходе. Харашечну. Так, далее погнали. Троицкая церковь. В Вильгордской церкви всегда можно Богу помолиться. Да и сил набраться. Хороший там священник служит. Не взяточник? Ничего. Да и не пьёт особо. Так, мне надо срочно, 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 срочно полечиться. Полечиться. Мне прям совсем худо-бедно. Так, пойдём в церковь. Сначала в эту сходим. И потом, может, там восстановит нам жизнь. Блин, я ногу там подвернул. Потом подвернул. В отдалении виднеется приветливо горящий огонёк. Вы идёте на этот свет и вскоре оказываетесь у одиноко стоящей церкви. Внутри тепло и уютно. Пахнет ладаном и старыми деревянными скульптурами. Вскоре вы слышите спокойный голос. Поприветствовать, батюшшка. Я не знаю, благословлять ли тебя, Василиса. Извилистая у тебя дорога-то. Прочитать молитву. Вы шепчете молитву и переводите дух. Я как знал, что не надо пить и траву. Чуйка у меня была. Нафига я потратил одну траву? Купить. Что я могу у него купить? Ух ты, нифига себе. У меня 44 монеты. Максимум вот это. Так, твоими бустами только мед пить. Красноречие плюс 3. Так, ну тут много всего. Та девка взяла кусок просфоры, спустилась в голбец и видит, что сетку сидит. Уменьшает мучение чертей на 1. Блин, тут столько всего клевого. Ну, усиливает статус молитвы. Ну, у меня ничего нету. Денег нету. Денег нету. Батюшка, денег у меня нет. Может, когда-нибудь мы вернемся. Давай сюда. Кривой лог. Лог это как литовка изогнут. Литовка изогнут. От того и название. В случаях тут много было всяких. И слежем до чуда место недоброе. Блин, ну это не говор. Такой говор, офигеть. Что тут будет? Вы подходите к зияющему чернотой обрыву. Сухие кусты торчат из его крутых склонов, как прогнившие зубы мертвеца. Вы осторожно заглядываете вниз. Неожиданно весь лес вокруг освещает тревожное красное марево. Подняв голову, вы видите, как по небу, извиваясь, летит огненный шар. Прочитать молитву защитный заговор. Защитный, я думаю. Ваши слова теряются среди густых ветвей. Огненный шар улетает, и лес вновь окутывает тишина. Покинуть место. Странно как-то. Так, странно, странно, странно. Мы на перепути, в общем, остаемся. Нам вот сюда, тут два задания. И основное дальше. Ладно, ребят, я играю где-то по полчасика, чтобы не затягивать видосик. В принципе, игра интересная, будем проходить дальше. Понравилось видео? Лайк, подписка, колокольчик, чтобы не пропустить следующий стрим. Обзор, прохождение летсплея. Подписывайся на все социальные сети, все сочки в описании. Все у тебя самого наилучшего. До встречи. Пока.